Участок улицы Джамбульской перекрыли еще за полчаса до усноса трубы. 100 метров от точки взрыва. Это тот радиус безопасности, где не должно быть ни людей, ни машин. Здесь выставлено оцепление, как мы видим, туда действительно никого не пускают. Такие меры безопасности жизненно необходимы. Взрыв, конечно, управляемый, но осколки могли разлететься и поранить прохожих. Кроме того, рядом офисные здания и жилые дома. Поэтому к демонтажу котельной готовились целых два месяца. Были сделаны земляные валы, которые практически сводят до нуля сейсмоопасность. То есть влияние сейсмики на здания сооружения отсутствует. Всю волну забрали на себя земляные валы. Кроме того, были в окна котельной установлены специальные щиты расчетные, которые тоже забрали всю сейсмику на себя. Занимались сносом профессионалы, которые весной этого года демонтировали старейшую трубу на Красноярской ТЭЦ-1. Работа действительно ювелирная. Предусмотреть нужно было все возможные проблемы. Чтобы взорвать здание и трубу, специалисты заложили под несущие конструкции около тысячи зарядов. Вот так и закончила свою жизнь котельная номер один. Она проработала больше 50 лет. 45-метровая труба за это время сильно накренилась, и здание давно пришло в аварийное состояние. Тем не менее, трудовой путь этого теплоисточника закончился только в этом году. Он отапливал около четырех десятков домов. Теперь их взяла на себя ТЭЦ-3. Маленькая котельная была не только малоэффективной, она серьезно вредила экологии. Труба низкая и выбросами дышали жители всего района. Дым шел буквально в их окна. Теперь его не будет, а на месте разрушенной конструкции может появиться парк или сквер. Сейчас у нас задача вывести мусор, ну и освободить площадку для дальнейших нужд города Красноярска. В этом году планируют остановить еще четыре подобных небольших котельных. По мнению специалистов, такие меры помогут не только улучшить экологическую обстановку в Красноярске, но и повысить качество и надежность теплоснабжения жилых домов. Алина Штоклова, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.